алё татьяна вы меня слышите если слышите у вас есть кнопочка перечеркнутый микрофон нужно ее нажать микрофончик и тогда я вас буду слышать на татьяна вы меня слышите инга здравствуйте микрофончики можно включить если вы меня слышите здрасте вот вот девочки слышу татьяна если вы меня слышите микрофончик можно нажать и тогда палочка перечеркнутая уйдет и я вас тоже буду слышать если хотите девочки если хотите показаться можете видео нажать я вас держусь здравствуйте здравствуйте инга здравствуйте но я знаю как вы выглядите поэтому ничего ничего все хорошо девочки я рада вас видеть сейчас еще немножко подождем у нас время есть как у вас погода поделитесь ясно ясно ну в москве вчера было очень пасмурно но в принципе тепло дождь правда но сегодня солнечно хорошо я после геленджика наслаждаюсь что нет жары поэтому для меня это какое-то даже спасение сейчас еще немножко подождем я потом звук отключу я буду вас слушать конечно конечно у меня могут быть просто посторонние звонки чтобы не мешать да конечно без проблем и как раз фонить никто не будет поэтому если вдруг вопросов нет можно принципе будет микрофончик и отключать потому что всякое бывает у кого-то звонки что-то еще поэтому без проблем так еще минутку подождем и начнем я сегодня вышла через компьютер немножко камера не очень хорошего качества потому что девчонки некоторые из европы из других стран разница по времени поэтому попросили в записи вот так обычно мои курсы я записан очень хорошую камеру хорошего качества поэтому не переживайте все будет видно все будет слышно до мельчайших подробностей в этом можно за это можно не переживать вот так что если спасибо я кстати у инге тоже училась я тоже поэтому мы все ходим друг другу в гости нет это здорово когда идет такой обмен опытом потому что многие вот у инге например техники мне не известны вообще для меня новые я что-то для себя беру и пользуюсь это потом так у нас еще татьяна татьяна здравствуйте если хотите чтобы я вас слышала микрофончик можно включить даже можно включить видео если хотите если не хотите можно не включать ну что начнем тогда потихоньку время 11 кто уже будет присоединяться тогда присоединиться девочки прежде всего большое вам спасибо за интерес который вы проявили курсу для меня вот именно тот формат который будет он будет немножко новый курс объясню раньше в основном у меня от скажем было англоязычная аудитория и для русской аудитории курсов практически не было были основы под древнерусской вышивки но это было скажем так не на постоянной основе а для девочек которые просились я сделала курс они обучались в свое скажем так свободное время и дальше уже занимались какими-то своими скажем делами но последнее время девчонки стали интересоваться поэтому я решила решилась можно так сказать сделать курс для русскоязычной аудитории но он конечно будет существенно отличаться от того курса который был потому что появилось очень много различной информации я узнала очень много плюс связано еще с тем что я пошла учиться профессионально немножко расскажу это факультет святотихоновский православный гуманитарный университет который профессионально готовит швей сейчас к нам еще она подключается она здравствуйте мы уже немножко начали если хотите поздороваться можно микрофончик включить так я уже немножко рассказа потом обязательно будут вопросы поговорим обсудим и так далее так вот этот университет готовит профессионально мастеров по церковной вышивке то есть именно начиная от самых основ золотное шитье средневековые швы личного шитье именно как это делалось в древности обучение 4 года это очень насыщенный полноценные курсы полноценное образование то есть помимо того что изучаются различные техники вышивок обязательно идет идут богословские курсы читаются лекции четверо евангелие там чего только нет реставрация при том музейная реставрация у нас преподает профессорки с профессорский состав наш декан отец александр он вообще такой достаточно известный скажем человек в россии вот абсолютно относительно недавно на канале спас было его интервью очень интересная передача поэтому я шла к этому целенаправленно кто знает я этим этой темой болею это мое я пробовала абсолютно разные техники но для себя я нашла именно вот древний русская золотная вышивка какое-то время да я пыталась от нее уйти может быть искала какие-то новые техники но сколько бы я не пыталась я все равно к этому возвращалась но видимо мое и возрождение традиции которые были утраченные древнерусских традиций это вот то чем бы я хотела конечно заниматься и развивать это и обучать и нести это скажем в массы и я очень рада что это интересно поэтому этот курс подытоживая немножко новый потому что я хочу затрагивать и реставрационные моменты и при по проектированию и по технологиям очень много нюансов работы с тканями работа по построению кто-то спрашивал будет ли именно проектирование скажем там орнаментов вышивка по орнаменту будет я вас этому научу но конкретно проектированию какие-то вещи я вам расскажу но в этом курсе именно глобально мы не будем затрагивать потому что это целая отдельная дисциплина которая требует отдельного курса если в будущем кому-то это будет интересно конечно же я подготовлю такой курс потому что не просто нарисовать очень много нюансов эта работа с цветом с красками с построением лекал и тому подобного там целый 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 набор различных мероприятий которые необходимо изучить но об этом и говорить будем об это что можно рассказать в этом курсе это что будет понятно без какого-то большого углубления я конечно же расскажу будем говорить об истории насколько интересны эти памятники я просто скажу вам по себе тогда раньше я смотрела на древнерусские памятники на основании которых мы учимся совсем было другое отношение ну скажем да картинка да ты понимаешь что это памятник ты смотришь техники которые придумали опять же эти мастера начиная там с 10 века и так и так далее хотя упоминание вообще золотом шитья но считается еще вот с скажем так рождества пресвятой богородицы и мы ориентируемся это как бы одна из версий вообще возникновения этого искусства то есть когда она была еще когда она еще возникла то есть икона благовещения когда пресвятая богородица сидит и придет багряной ниткой как раз вышивку на завесу вот вот этот вариант вот вот этот подход он имеет место быть то есть мы это тоже как бы рассматриваем то есть это еще уходит вообще глубоко глубоко в историю и вот с тех времен мы несем вот это вот искусство сейчас уже в наш современный мир поэтому для меня это очень ну скажем так вот глобально поэтому когда ты понимаешь историю памятника и когда ты видишь какие-то нюансы о которых я вам буду рассказывать совсем по-другому это воспринимается это становится интересно и на основании вот этой истории мы тоже будем учиться сейчас сразу же скажу что школ очень много скажем преподавание и преподнесения техник тоже очень много даже скажу если профессиональное образование мы берем вот свято тихоновские содействия многие мастерские у всех свои подходы но основа она одна даже бывает что скажем до инструменты мы используем одни используем нитки мы предположим одни но нюансы есть как перенести рисунок что использовать под основу у всех разные потому что сейчас появилась масса технических возможностей новодельщий монастырь используют и я буду об этом рассказывать в курсе можно будет попробовать перенести абсолютно разными способами более того даже я сейчас вот в своей курсовой большой работе буду пробовать переносить рисунок абсолютно другим способом которые я вообще еще никогда не пробовала он уходит далеко-далеко в древность поэтому попробую и я вам конечно же об этом буду рассказывать итак наша программа будет вообще состоять из четырех основных курсов первое с чего мы начинаем это золотное шипьё именно шипьё именно прикрепа то есть это та база на которой уже будут строиться все остальные швы то есть их 8 групп все 8 групп мы будем рассматривать вообще прикрепов вариаций очень много их порядка если не ошибаюсь 50 даже больше потому что их можно комбинировать и использовать потому что если туда еще годуновские и в общем другие швы туда же добавить то получится прям вот ну огромный вообще клавиш у вас будут любимые прикрепы будут не очень любимые прикрепа потому что они могут быть непонятны самое главное научиться их читать как только вы научитесь их читать вам сразу же оксан здрасте мы уже начали вот как только вы научитесь их читать вам уже будет легко вообще прочитывать и исторические памятники и привносить это уже в свои работы свои вышивки поэтому обязательно мы я вам расскажу о материалах о тканях какие ткани категорически покупать нельзя объясню почему как они себя ведут расскажу какие можно расскажу вам про нитки где их покупать какие нужно использовать и так далее обязательно мы будем говорить о лайфхаках как использовать как исправить ту или иную ошибку когда предположим работа готова и распарывать уже вообще вообще не вариант второй блок у нас пойдет по средневековым шва там добавляем уже шелк мы будем работать и золотными нитками и шелковыми нитками абсолютно разные вариации расскажу опять же какие ниточки будут нужны и так далее и третий блок это вот ну мой самый любимый это швы которые имитируют конечно же поверхности ткани то он самый поздний блок когда появился мастерские всегда конкурировали придумывали какие-то интересные вещи швы и техники это в то время был вообще прорыв сенсации об этом я тоже буду говорить и сейчас мы вот этому всему учимся сохранилось очень много памятников которые нам показывают вообще как развивалась вышивкой чему она пришла поэтому здесь мы тоже это будем все изучать и четвертый блок это личное уже шитье то есть вот первых три блока это считается доличное шитье а четвертый блок блок это уже личное шитье то есть это вышивка ликов там совсем другая история мы работаем конечно же шелком можно работать уже готовыми нитками но я покажу как можно и окрасить нитки для того чтобы придать определенный оттенок и по крайней мере как это делали раньше более того скажу допустим вот у нас в университете нитки в основном окрашиваются да и есть готовая цветовая гамма но бывает такое что невозможно дотянуть до тона нужен определенный синий или там определенный красный тогда нитки подкрашиваются даже уже те которые например имеют цвет это нам все показывает реставратор музейный очень интересно и вообще это скажем возможность добиться тех оттенков которые в магазине вы не купите можно сказать что это вообще уникальность для работы поэтому я вам тоже это покажу и расскажу обязательно мы поговорим и рассмотрим иконописный рисунок потому что без него вышивать лики ирен здрасте мы уже начали без него вышивать лики невозможно мы не будем углубляться мы не будем рисовать потому что я знаю что но некоторые не любят рисовать я например не люблю рисовать и для меня вот сейчас мы проходим университете рисование и для меня это я вам скажу вот ну прям такая катастрофа потому что девчонки кто со мной учится нас немного они все художники они умеют рисовать они готовят я рисовать не умею поэтому мне приходится вот это все осваивать скажем с нуля так вот но а иконописном рисунке мы обязательно поговорим о строении о пропорциях там совсем другая геометрия нежели чем в портретной скажем техники но не пугайтесь я расскажу как все перенести как подправить и так далее это тоже все будет и еще что самое главное будет практическая работа то есть можно либо вышивать тот проект который я вам предложу мы конечно это все обсудим но можно в своей вариации либо можно какой-то свой проект и мы его тоже сделаем вместе я вам помогу а в самом конце всего всей программы если вы дойдете до конца то можно будет уже сделать вообще готовый проект именно например икону или там закладку я вам в этом тоже помогу поэтому подумайте можно уже так потихоньку начинать думать если интересно и хочется попробовать а это поверьте интересно потому что это вообще другой мир потому что если брать вот кутюрную вышивку калажную вышивку и древнерусскую это вот вообще три можно сказать абсолютно разных направления света но если в калажный культурный мы можем с вами смиксовать и задействовать какие-то техники то в древнерусскую калажную кутюрный мы уже взять не можем потому что у нее есть строгий регламент есть каноны есть определенные правила есть правило по цветам то есть какие цвета мы не можем брать об этом я вам тоже расскажу то есть каждый свет цвет что значит то есть почему мы не можем брать розовый цвет и мы не можем брать серый цвет в древнерусской вышивке как основной потому что их природа не ясно мы не можем ее объяснить об этом я тоже буду говорить поэтому в древнерусской вышивке вот розовый цвет не используется и серый как основной при тенении где-то можно блик окна еще что-то в архитектуре можно но как основной цвет мы не можем об этом о символике я тоже буду говорить и вы поймете потом почему этого нельзя делать это вот если так говорить о программе да еще я чуть не забыла обязательно будет орнаментальное шитье это вышивка жемчугом и и называют вообще по-разному по бели кто-то по рельсам объемная вышивка по нас по настилу тоже у нас обязательно будет и еще я расскажу конечно как разные школы вообще скажем преподносит эту технику потому что даже вот сейчас когда я училась у казарины веры борисовны это мастерская покров техника 1 но принцип тот же то есть как бы база да она есть но вот то что сейчас я изучаю в университете уже волы более углубленно там немножко другой подход но это одно другому не мешает и не отменяет она дополняет вы просто можете для себя выбрать чем вам и как вам будет удобнее работать это вот то что касается программы девчонки есть ли вопросы вот именно по этой части можно включить микрофончики и задать вопрос если есть если вопросов нет тогда двигаемся дальше или есть ирин есть вопрос урины нет вопросов хорошо давайте хорошо все тогда двигаемся дальше сейчас я вам немножко покажу что вообще в результате у нас скажем получится вот 1 2 блока там 3 и 4 по крайней мере вот это те образцы которыми пользуюсь я они у меня уже очень много лет и я конечно же рекомендую вам тоже их делать они потом останутся даже подбирать техники смотреть как ведут себя нитки и так далее вот допустим из золотного шитья у меня вот моя такая подсказочка конечно камера не передаст того скажем блеска и вообще игры фактуры которая будет у вас на ткани на поверхности получаться то есть это какие-то какая-то часть прикрепов тут практически восемь групп но вот еще есть с обратной стороны вышитая золотом я вам тоже буду показывать рассказывать об этом поэтому можно будет делать вот такие вот подсказочки я тоже расскажу затем есть из опять же это подборка с заказов здесь и швы имитирующие поверхность ткани и что то есть и средневековых швов такой вот как бы микс это я делала подборку можно будет сделать купола я вам предложу у меня все на одной ткани мне так удобно я это все с собой ношу вожу показываю и ученикам и порой заказчику вот есть купола их тоже можно будет сделать по по желанию и есть у меня херувим мой в голубых оттенках но он бедный уже такой весь бывалый скажем так видавший много чего здесь уже бусинки нет нужно обязательно сделать это вот второй и третий блок и 4 это личное это тоже для меня я делала но многие вещи я не успеваю доделывать это как сапожник без сапог поэтому вот то что успеваю делаю когда есть время но в основном его конечно же нет поэтому все буду рассказывать да кстати и по четвертому блоку личному шитью не только вышивка ликов будет еще вышивка ручек и ножек я тоже покажу потому что понятно что есть икона где только лик но есть и ручки и ножки чтобы вы умели я это все в один курс обязательно положу кстати у нас будет и лик разворот три четверти и фронталь да по моему называется то есть скажем лик прямо так его назовем это тоже я вам все покажу что касается какие материалы девчонки еще спрашивали нужны на обучение начнем с ткани вам нужно будет вам нужно будет две ткани первое это основная ткань лучше берите натуральную ткань потому что мы ее будем подготавливать под вышивку купать парить и и синтетика не подойдет берите натуральную можно взять например без берите или хлопок ткань должна быть плотная нерыхлая органза не подойдет нужно можно ли он взять но не очень рыхлый берите такой плотненький лен 2 ткань у нас должна быть типа вот бортовки она такая знаете вот как она и на лен похоже такая очень грубая ткань можно бортовку можно диагональ q но об этом я тоже напишу потому что порой забывается это когда мы уже с вами начнем я у нас будет неделя на подготовку материалов запялку там и так далее и третье у нас прослочка между основной тканью и дублирующей ткани у нас должна быть скажем какая-то клеевая основа я вам рекомендую взять двухстороннюю тоненькую паутинку и пока вот больше даже скажем не заморачиваться по этому поводу потому что вот на следующей неделе я попробую еще один вид запяливания вернее дублирование ткани и о нем я расскажу если пожелать если у вас будет желание можете вы его тоже попробовать но будет основа немножко другая то есть там будет две ткани то есть как бы нижний дублирующий ткань будет не нужно нужно будет только клеевая основа и основная ткань поэтому пока я об этом не говорю я его еще не пробовала попробую я вам расскажу что касается инструментов значит инструменты иголки смотрите какие вам удобные ножницы соответственно и потребуется шельца шельца потребуется для первой в основном части и для третьей до для третьей части когда пойдут там еще годуновский и так далее швы в леонардо девочки тот кто в россии в леонардо можно посмотреть шельца но такого не будет потому что это ну скажем так профессиональная шельца здесь идет сменная игла у меня были шельца из со стационарной иглой но было неудобно в том плане что не регулировалась длина а удобнее порой регулировать именно длину иглы и она в конечном счете поломалась и пришлось выбросить потому что она была несменная здесь можно поменять регулировать длину поставить любую необходимую по толщине вам иголку в общем вещь удобная и имеет толщину карандаша потому что держать в руке потом убирать намного удобнее нежели чем когда вот мы скажем толстая но если вы не найдете я вам скажу где это все покупается конечно можно можно будет купить и в леонардо а специфики инструментов я тоже расскажу уже на курсе более подробно удобно вот такая штука называется витейка у меня двойная есть еще одинарная то есть если вот это убрать она будет одинарная двойная очень удобно для кетлевочного шва я вам покажу это тоже одна из техник наматываем сюда ниточку в общем и натягиваем и не трогаем нитку руками потому что когда мы работаем с ниткой которая содержит золото ее лучше не трогать потому что тепла пальцев нагревается и она начинается начинает себя очень плохо вести дальше я использую еще пинцет но это скажем так уже для вообще для работы и иногда двигаю ряды у меня вот здесь такая плоская штучка в принципе можно любую лопаточку приспособить иногда удобно особенно когда нитка бликует поэтому потом смотришь хочется подвинуть иногда использую ну и и вытаскивать пару ниточки тоже дальше по ниткам для учебы вам будет достаточно нитки той который вы допустим купите в тоже в том же леонардо либо в другом магазине опять же я подскажу ниточки в три сложения то есть здесь в одной нитке три нитки одинарную нитку брать не надо потому что есть нитки вот такие металлизированные еще содержащие вот просто одну ниточку нет вам такая не подойдет вам нужны именно три чтобы в одной нитке было три ниточки можно взять в леонардо девчонки я знаю брали потому что иностранцев вообще проблема с материалом брали золотную нитку дмс если я не ошибаюсь а можно попробовать гамму но я это все напишу еще вы вылетела мне из головы это все к вид все к вид проклятый вот я по ниточкам напишу для учебы девочки этого достаточно и прикрепная нитка пойдет можно взять у меня просто такая большая бадья вот с которой я работаю мне ее надолго хватает но вы пожалуйста можете взять или мулинея или друг другую вообще ниточку которая вам удобно но не берите под цвет золота вам очень сложно будет работать поэтому нужно будет взять такую не контрастную ниточку там красную или синюю чтобы вам было на фоне золото видно и не берите темную ткань берите светлую бежевая белая не никаких там не красная вам будет тяжело не золото именно однотонная простая ткань вы учитесь поэтому будет видно все ошибки вам будет самим же проще вообще на четвертый блок личное шитье просто забегу вперед и расскажу мы работаем шелком но сейчас шелком большая проблема раньше брали шу ниточки в мост нитка вот он в мост нитки раньше выпускали вот такой прекрасный шелк это у меня еще со старых старых запасов он продается вот в таких больших коробочках но и это на очень очень долго хватает девчонки у кого-то включен микрофон ирин выключите пожалуйста то вы меня дублируйте вас там есть такая кнопочка с микрофоном нажмите ее пожалуйста я тогда вас ирина хромцова я тогда не буду вас слышать а для вопросов потом обязательно у нас будет еще время поэтому сейчас белый шелк не выпускают они сейчас можно где-то поискать либо на ярмарке мастеров девчонки кто с россии тот кто в европе и за границей я скажем либо нужно будет поискать либо я попробую предположим вам выслать но опять же я сама буду искать ирин выключите пожалуйста микрофон у вас там есть да ирина хромцова вот спасибо большое помогу с ниточками можно использовать китайский шелк если он у вас есть но нужно будет подобрать тогда оттенки не обязательно покупать вот такую всю коробочку в магазинах где они есть и я вам подскажу можно купить вот по одной и какого размера не есть 2 33 65 я вам тоже расскажу чем они отличаются какой лучше покупать так про инструменты рассказал а самое главное что еще забыла на что мы запяливаем для девочек тот кто умеет вышивать это не проблема подойдут и рамы для люнивильской вышивки пяльца в принципе подойдут но я бы не рекомендовала потому что вы замучите и их постоянно подтягивать лучше самый простой вариант попробую достать взять либо фото рамку ой у меня большая формата а3 у меня большая просто вам покажу вот эта вот штука была я готовила к выставке когда икона это в багетке делали продается в принципе в любом убили руа у кого икея есть в принципе даже ваша не где ухо где угодно можно взять обычно даже фоторамка вот она просто широкая здесь кстати размер не имеет вообще значения хоть один сантиметр хоть два сантиметра без разницы можно будет запялить либо на степлер если он у вас есть мебельный если нет можно на кнопки и об этом тоже рассказываю и показываю поэтому в принципе с этим проблем не должно возникнуть как мы единственное что есть отличие у кого рама для люнивильской вышивки там конечно отличие есть по запялки нужны будут определенные там кармашки надо будет сделать и дополнительные палки но опять же я думаю это не проблема можно взять обычную рамку и с этим работать вот это то что касается инструментов подготовительной части и так далее какие есть вопросы у кого какие есть вопросы девочки можно включить микрофон и задать Юля, подскажите, пожалуйста, размер ткани рабочий, какой должен быть? Размер ткани в размер вашей рамки. Например, если у вас рамка формата А3, то она, конечно, должна быть чуть побольше, потому что можно будет ее затянуть и закрепить вот по этой стороне. А если она у вас достаточно широкая, то мы перекидываем ткань и закрепляем ее вот по этой стороне. То есть, смотрите, вот у вас вот эта поверхность должна быть занята тканью и плюс еще, скажем, немножко на подгибку. Все зависит от вашей рамы. Если, опять же, бывает такое, что ткань большая и работа большая, но не обрежешь, она просто подворачивается, опять же, вам пока это не нужно, но в дальнейшем, если будет интересно, конечно, я вам расскажу. То есть, девочки, какой еще момент? То есть, если есть вещи, которые в курсе вам интересны, вы задаете вопросы, я готовлю материал по этим вопросам, потому что я могу что-то упустить, и мне будет казаться, что эти вещи, наверное, может быть, знать, а вы этого не знаете. Поэтому задавайте вопросы, я это буду включать в курс, и я думаю, что это многим будет полезно. Анна, я ответила на ваш вопрос? Да, да, вспомни. Девчонки, еще есть у вас вопросы? Что касается, может быть, материалов или курсов. Каждый блок примерно рассчитан на два месяца. Но, опять же, вы выполняете в своем ритме, когда вам удобно. То есть, у вас есть, скажем, неделя на выполнение урока. Можно, конечно, просто смотреть уроки, и когда-нибудь, может быть, вы будете делать. Но лучше это делать сразу же, потому что будут вылазить ошибки, будет что-то не получаться. Здесь я вам подскажу, потому что бывает иногда, знаете, буквально какой-то миллиметр, буквально одно слово, и вот оно пошло все дальше. Вдруг где-то что-то вы не поняли. Потом вернуться к этому очень тяжело, потому что, когда вы осваиваете первый блок, вам второй и третий блок уже намного проще. Потому что именно первый блок, он задает основу, он ставит руку, он вообще как бы включает мозги. Я когда училась вот в древнерусской вышивке, я скажу честно, у меня мозг вообще ломался. Мне казалось, что у меня руки, честно скажу, растут не из того места, потому что это вот, ну, как будто это вот инструменты, нитка плывет. Она туда поворачивается, ну, как это вообще возможно, это все бликует, и чтобы, это должно быть все ровно, это столько вещей надо в голове держать, и вот набить, приспособить руку, это тоже нужно. Поэтому лучше выполнять и делать все сразу же. Вот поэтому, как я сказала, каждый блок примерно рассчитан на два месяца, плюс практика, и потом, скажем, у вас идет какой-то большой проект. Как я говорила, есть группа в Телеграм. Кого-то я не могу добавить, потому что стоят ограничения, что невозможно добавить. Девчонки, это ваше дело, хотите вы добавляться или нет. Но в той группе мы обсуждаем все вопросы, какие-то нюансы. Я выкладывать могу иногда дополнительный материал. Какие-то я мастер-классы делаю небольшие, могу тоже делиться. Поэтому я думаю, что поддержка очень-очень важна. И, опять же, показывать и быстро получать обратную связь, это тоже очень важно. И вы дальше, опять же, остаетесь в этой группе, потому что иногда возникает, вот, девчонки знают, какой-то вакуум, что порой невозможно у кого-то спросить, невозможно поделиться, даже какую-то определенную поддержку. Потому что есть проекты, и ты думаешь, а пойдет, а не пойдет, а красиво, правильно, неправильно. А здесь можно посоветоваться, включить мозговой штурм, в конце концов, поделиться, получить поддержку. Да и вообще это, как бы, сообщество, оно, я считаю, должно формироваться. Потому что мы должны поддерживать друг друга. Ситуация меняется. Но мы должны всегда быть вместе. Вот, поэтому я рекомендую. Эта группа, даже после того, как вы закончили обучение, она не платная. Я знаю, что многие, как бы, каналы делают платные. Она бесплатная. Вы там остаетесь, делитесь какие-то вопросы и в дальнейших ваших работах вы можете задавать. И я чем могу, я, конечно, помогу. Но единственное, что в этом канале, в этом чате остаются только те, кто полностью прошел весь блок. Тот, кто идет на определенный курс, я, к сожалению, вынуждена буду потом, после прохождения, удалить. Поэтому, вот, как бы, такая, еще, еще такой момент. Что касается оплаты. До первого числа, до первого октября, там, до первого ноября и так далее, оплата должна быть внесена. Оплата небольшая, можно сказать, она чисто символическая. Поэтому, можно будет, нужно будет оплачивать. У кого нет оплаты на первое число, до занятий не допускается. Вводятся ограничения. Для девчонок, те, кто в Европе или за границей, напишите, я вам расскажу, как оплатить. Если нет, скажем, там, русской карты, у некоторых есть, я вам расскажу. Вот, еще есть какие-то вопросы? Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. А могли бы вы порекомендовать какую-то книжку, вот, прям сейчас взять и почитать, чтобы дополняла? Книжку? Я вам сейчас даже ее покажу. О книжках мы, кстати, тоже будем говорить. И обязательно я буду вам показывать и рекомендовать. Сейчас, минутку. На самом деле, книжек, я так сижусь, у меня просто такой стол, знаете, коленно сидячий, очень удобный. Потому что спина, ноги отваливаются, особенно поясница. Если интересно, тоже расскажу и покажу. Вот такая вот книжка. Здесь, в этой книжке, вообще, о древнерусской вышивке и ошибке, и история, и какие-то памятники. Вот эта книжка у меня очень много лет. Несмотря на то, что очень многие вещи я знаю, я периодически ее просматриваю. Потому что иногда бывают какие-то многофигурные вещи, и ты не знаешь, как правильно сделать. Самое главное не ошибиться. Понимаете, здесь чем, скажем, опасна древнерусская вышивка, что шаг вправо, шаг влево, ошибка, расстрел. Нарушены каноны, все. Это уже не церковная вещь, она не может служить. Это ладно, если мы с вами, ну скажем, шьем картину. Бывают и картины именно церковные с сюжетами библейскими. Если мы шьем вещи, и она будет служить в храме, конечно же, там никакие ошибки просто недопустимы. Поэтому я периодически здесь смотрю. И здесь есть памятники, которые вышиты, скажем, и с ошибками. Но мы это понимаем уже сейчас. Хотя раньше для них был определенный стиль. Не было вот таких школ и университетов, которые есть сейчас. Поэтому были все в основном самоучки. И очень много памятников, если смотреть, на них смотришь. Они просто выполнены вообще, вот особенно личной шитью. Ты смотришь и думаешь, вообще, как это можно было сделать. Но раньше было все совсем по-другому. Я об этом тоже буду рассказывать. Поэтому вот эту книжку я рекомендую. О книжках я тоже буду в учебе говорить и показывать. Поэтому можете посмотреть. Еще неплохая книжка. Я тоже к ней обращаюсь. Но это больше к четвертому блоку основы иконописного рисунка. Здесь, скажем так, для таких новичков, как я, которые не умеют рисовать, здесь очень хорошо объясняется вообще структура построения, лика, особенности, как его нарисовать, подправить. Тоже очень хорошая вещь. И еще я очень люблю, но это не все, конечно, мои книжки. Просто то, к чему я обращаюсь. Вот эта книга, здесь просто собраны прорези. Так, сейчас я вам покажу. Ну, всевозможных вот святых. Это вот с кремлевского, получается, с московского Кремля иконы Благовещенского. Да, собора, все правильно. То есть все, что вот нарисовано в соборе, здесь все собрано и разобрано. Плюс разборы еще по, ну, так называемым ассистам светотени. Тоже очень удобно, потому что личное шьешь, когда обращаешься все-таки к иконам. Да, есть определенные правила, но все равно ты смотришь на то, как пишут иконописцы, и порой ориентируешься именно уже на их труд. Вот. Это вот как бы такие основные книги. Но в дальнейшем я вам еще расскажу, что можно посмотреть и что бы было. Но вот первая книга это вот то, что я, скажем, частенько к ней прибегаю, просматриваю, посмотрю. Поэтому рекомендую. Как таковой, именно специализированной литературы по древнерусской золотной вышивке ее практически нет. Есть одна книга, но я, девочки, не помню автора. Золотное шитье. На Б, по-моему, если интересно, я могу посмотреть. Но когда я не знала техник, я ее открывала, и для меня это вообще было что-то из космоса. Я вообще ничего не понимала, что там написано. Я думала, может быть, я как бы не могу понять. Но пообщавшись вот с другими мастерами, я поняла, что эта проблема не моя. Это проблема изъяснения в книге. Поэтому для интереса я вам могу ее найти и в учебе, конечно, показать. Но как основу и эталон я бы ее не брала. Вот это то, что касается книжек. Еще есть вопрос? Татьяна, я ответила на ваш вопрос? Да, спасибо большое. Девчонки, есть еще вопросы? Да, еще обучаться мы будем на платформе. Вы будете добавлены на платформе, где размещены все уроки. Но периодически мы с вами будем встречаться, потому что будут возникать какие-то вопросы. Возможно, мы и не будем встречаться, потому что если будет все понятно, и достаточно будет нашего общения в Телеграм, бывает и такое. Может быть, оно и не понадобится. Может быть, будет удобно таким образом, что я... Так, тут у нас хочет присоединиться. Не вижу. Кто-то пропал опять. Поэтому, если нам будет достаточно, в принципе, то можно будет и не встречаться. Либо такой вариант, что вы можете готовить вопросы, а я могу записать видео с показаниями, с объяснениями. Может быть, этого тоже будет достаточно. Мы это все будем регулировать по ходу, потому что я понимаю, что у всех разница по времени, у всех дела, семейные, работа, учеба и так далее. Я это все прекрасно понимаю. Вот. Поэтому вот так. Здравствуйте. Можно вопрос? Здравствуйте. Можно, Анна. А вот по оплате насчет... Я просто не совсем поняла. Там получается каждый блок, и... Ну, как бы вносим оплату. Каждый месяц у нас получается оплата ежемесячно, если так говорить. То есть, каждый месяц стоит 3 тысячи. То есть, до начала следующего месяца у вас должна быть внесена оплата. Получается вот так. Но блок у нас состоит по протяженности 2 месяца. То есть, вот мы берем золотное прикрепное шитье, у нас будет 2 месяца. То есть, грубо говоря, 6 тысяч. Первый месяц и второй месяц. То есть, все месяцы, которые вы обучаетесь, идет оплата до 1-го числа. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Еще вот мне советовали книгу, там она автора Hazel Everett, или что-то такое, золотой шитье, там бабочками рисованы. А вот, не встречали такого? Встречала, рассказываю. Очень любят канадцы, американцы, австралийцы, англичане. Они очень любят, ну вот по моей, по крайней мере, практике, очень любят золотное шитье. У нас абсолютно разные техники. И у них золотое шитье, а у нас золотное шитье. Они используют абсолютно другие материалы. Они используют канители, трунсалы, да, нитки. Но у нас с ними разная техника абсолютно. Это вот, ну, это тоже золотое шитье, но оно другое. Поэтому книжка хорошая, она у меня тоже есть. Для пополнения ваших техник отличное подспорье можно будет миксовать. Но в древнерусской их техники мы не используем. Мы можем, да, мы можем использовать бить, мы можем использовать канитель. Да, мы это используем, особенно там по объему, там по форме. Это, это все есть. Но мы немножко разные. Поэтому, в принципе, книжку можно взять. Хорошая книжка, но мы разные. Но это все скомпоновать, можно все использовать. Я почему говорю, что в древнерусской вышивке другие техники мы использовать не можем. Но древнерусскую технику в других техниках, в кутюрных, в калажных, там вот золотое шитье, то, которое европейское иностранство, мы можем. То есть мы можем расширить, именно внести что-то новое в свои проекты. Это же ведь не запрещено. Но мы в древнерусскую не можем взять другие техники. Вот в чем загвоздка. Поэтому здесь у вас наоборот, просто ваши возможности, они расширяются до бесконечных границ. Потому что то, что вот я не могу взять у вас, вы можете взять у меня и использовать в своих проектах. Они будут интересны, они будут новые. Потому что, опять же, те визуальные эффекты, которыми можно добиться именно древнерусской техникой, именно имитация ткани с участием золота и с участием шелка, в другой технике вы ее, ну скажем, не найдете. Но вы можете ее взять и использовать у себя. Я когда отдавала заказчику икону, мне батюшка сказал, Юля, а это точно вышивка? Как раз у него были швы ярославские, как раз я использовала шелк, и была имитация ткани. А ты точно не на машинке шила? Я говорю, батюшка, ну вы меня обижаете. Я говорю, посмотрите наизнанку. То есть вот именно вот они настолько повторяют структуру ткани и какую-то ее фактуру. Вот они этим и интересны. И вы можете это все вот забрать и вот этим пользоваться и применять, где вы хотите. Начиная от вышивки на одежде, на интерьерные какие-то вещи, пожалуйста, иконы. То есть у вас расширяются возможности просто колоссально. Еще есть вопросы? Девчонки, если нет вопросов, или может быть еще какую-то тему я не затронула, дайте тогда обратную связь. Если все понятно, все рассказала, то можем с вами прощаться. Итак, напоминаю, что курс у нас начинается 1 октября. Для тех, кого нет в телеграм-группе и кто уже решил, что вы точно пойдете на курс, но вас нет в группе, пожалуйста, напишите и тогда посмотрим технически, как можно вас добавить. Может быть что-то там буквально в настройках не так стоит и я вам помогу. Для тех, кто решил, можно оплачивать и потихонечку готовиться, 1 октября мы начинаем. Для тех, кто думает и если у вас еще остались какие-то вопросы, вы можете, ну сейчас по каким-то причинам вы не хотите их озвучивать или просто их пока нет, но потом они возникли, вы можете написать мне обязательно в ВК, Инстаграм. Почему мы встретились здесь? Потому что есть девочки, которых нет в ВК, а кто-то не пользуется Инстаграм, поэтому нам нужно было найти какую-то нейтральную территорию, на которой мы все могли встретиться. Поэтому вы можете мне писать, я отвечу. Если вы хотите переговорить со мной лично по видеовстрече, пожалуйста, давайте обговорим и все так. И с вами стриток, года можно записать, так, не поняла, сейчас, сейчас, я еще сама с этой платформы, честно говоря, так, вот, нашла. Так, куда выставлять домашнюю работу? Так, девчонки, значит, куда выставлять домашнюю работу? К домашнюю работу можно выставлять в нашу группу Телеграм, это будет полезно всем и очень интересно. У всех будут абсолютно разные техники, у всех, потому что разные руки, разные вариации, поэтому, если вы вдруг, ну, не хотите в общую группу по каким-то причинам, можете писать мне лично. Я вам тоже отвечу. Так, можно записаться, Юля. Не поняла, Ирин, а с года, с какого года вы имеете в виду возрастное ограничение? Поясните, пожалуйста, потому что здесь, видимо, может быть, с телефона писали, а телефон очень любит коверкать слова. А, как можно записать? Все, ясно. Значит, можно либо написать, опять же, мне, если не хотите запариваться и искать эти ссылки все, можно написать лично мне, опять же, в Телеграм, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, везде, где меня найдете. Но в Инстаграме и ВК у меня есть посты, буквально вот предыдущий пост, я там всегда размещаю ссылочку на регистрацию, на курс. В Инстаграме ссылка в моем профиле, там есть. Хотите, просто напишите мне, я вас добавлю, включу в список, поэтому проблем никаких нет. Вот, как бы так. То есть, там собираются в форме все ваши данные, если вдруг что-то где-то потеряется, там есть ваши телефоны и есть почты, вдруг, если что-то нужно будет дослать, так удобнее. Вот, все, Ирина ответила. Так, 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 ну вот, вкратце, вот, рассказала вам обо всем. Поэтому, как я обещала, мы с вами встречались час, даже еще 10 минут, 10 минут есть. Все, как бы, вкратце, но по теме, я надеюсь. Опять же, повторюсь, есть вопросы, пишите. Я на связи, видео на связь нужна, пожалуйста, встретимся. Тот, кто готов сейчас уже зайти, я размещу варианты оплаты. Для тех, кто в Европе и за границей, девчонки, напишите, я вам расскажу, как можно оплатить. Ну что, тогда прощаемся, если нет у вас вопросов. Спасибо, спасибо огромное. Вопросы будут появляться, скорее всего, в процессе, пока все предельно понятно. Уже хочется 1 октября. Ну, оно сейчас быстро пролетит. Спасибо вам огромное. Да, все, девочки, спасибо вам большое, что вы уделили время, нашли, что мы пообщались. И надеюсь, что мы увидимся с вами на курсе. Тогда я с вами прощаюсь, я в соцсетях, на связи в Телеграм. Вас люблю. Спасибо.